Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу новый набор за 7000 золота. В него входят два танчика среднего типа, средние танки 7 и 8 левела. В набор входят у нас товарищ Т-25 Пилот 1, я его буду называть Пилот, и Т-26Е3 Игл 7, я его буду называть Иглом. Плюс к ним идет один камуфляжик, конкретно на Пилотом, потому что на Игл 7 у него свой внешний вид и он не меняется. И на Пилотом мне, честно говоря, не сильно заходит данный камуфляж, потому что чем-то на такси это дело все похоже, поэтому не очень. Вот если бы не вот эти шашечки, ну вообще просто красота была бы, люблю вот такие вот строгие, спокойные камуфляжики, которые добавляют действительно стилю, стиля, простите, машине. Что касается Х5, то на каждый из этих танчиков, кому надо, кому не надо, это не поможет вам прокачивать ваши ветки, но вы можете зарабатывать элитный опыт для того, чтобы развивать универсальные какие-то навыки своих экипажей. Что касается вот этого Зайца, вообще его не понимаю, суют его во все наборы и мне он, честно говоря, вообще никак не заходит и не нравится, ну честно говоря, пустышка какая-то. Но опять-таки на вкус и цвет, кому нравится, пожалуйста, вот есть даже Аватарщик. Есть два места в ангаре, ну просто потому что по-другому машины не поставите и открытое все оборудование. За это все разработчики хотят 7000 золота. Много или мало, будем разбираться чуть-чуть попозже. Также, ребят, вы имеете возможность приобрести себе отдельно каждую из этих машин. За 3500 можете взять себе игла 7-го. В состав будет входить машина, открытое все оборудование и место в ангаре. Ну и, соответственно, Т-25 пилот номер 1 вы получите в том же самом комплекте, что и в составе набора. Ну, все, что к нему присчитается, кроме Х5. Ну, а именно камуфляж, место в ангаре и, соответственно, открытое все оборудование за 4500 золота. Теперь давайте будем разбираться с каждой машиной по отдельности и сравнивать их с подобными транспортными средствами в данной игре. Смотрите, на данном аккаунте у меня есть Игл 7. Что касается того, с кем будем сравнивать, сейчас вам, ребят, покажу. Я думаю, вы меня поймете, почему пало именно на эту машину, а не на какую-либо другую. Значит, смотрите. Я поставил для сравнения Т-23Е3. Для тех ребят, которые не знают, данную машину можно вполне спокойно купить за 4900 в ветке исследования. Ну, прям в любой момент заходи, бери. Ну, и, как бы, в целом гоняться за ней не стоит. Хотя 4900 для машины действительно дорого. Для седьмого уровня очень часто бывают скидки на те машины, которые в ветках исследования. А плюс к тому, ребят, пару раз за год однозначно машина выпадает на продажу по какой-нибудь хорошей вкусной цене. Где-то в районе, допустим, там 3000 золота. Так вот, ребят, почему буду сравнивать именно эти две машины? Потому что они между собой максимально похожи, но в то же время Игл-7 существенно уступает Т-23Е3. Что касается заявленного ДПМа, как вы видите, сразу на 700 единиц выше. И это немало, ребят. Вот по заявленному ДПМу 700 единиц на седьмом уровне это действительно очень-очень много. Пробитие у них одинаковое. Альфа у Игла-7 выше, но выше, ну не прям там уж ого-го аж на сколько, на 65 единиц. Вроде бы, как бы и да, действительно, типа цифры разнятся сильно, ребят. Но при этом всем вы сможете сделать всего 9 полноценных выстрелов на Игле-7. И сможете сделать 17 полноценных выстрелов, а если поставите оборудование, амуницию и все остальное, 18 полноценных выстрелов по 160 альфы на Т-23Е3. В чем они еще очень сильно разнятся, так это в подвижности. Игл-7, дело в том, что машинка очень малоподвижная. И, честно говоря, несмотря на то, что брони у него чуть-чуточку больше, чем у Т-23Е3, мне Т-23Е3 больше нравится тем, что на нем можно свилять в случае необходимости. 56 скорость при 42 у Игла. И, ребят, это действительно, действительно очень-очень существенно. Да, безусловно, удельная мощность у них одинаковая. То есть, типа, с места они срываться должны якобы одинаково. Но нет, ребят, все-таки Т-23Е3 куда шустрее машинка. И на ней конкретно перепрыгивать с места на место в бою, перебираться куда-нибудь на новые позиции, убегать в случае необходимости гораздо проще. А посему отыгрывать на ней гораздо легче. Плюс к тому, попав в какой-нибудь замес с другими похожими машинами, поверьте мне, на Т-23Е3 вы сможете гораздо больше противопоставить вашим соперникам, чем на Игле-7. То есть, пока вы будете перезаряжаться на Игле-7, вы уже сделаете два выстрела на Т-23Е3. И, согласитесь, это довольно-таки существенно. Кто-то скажет, что я неправильно считаю, там надо считать прямо до секунды. Просто посчитайте. Сделали выстрел, ждете 6,5 секунд. Тогда, когда через 3 секунды делаете там с копеечкой первый выстрел. И уже второй выстрел наносите тогда, когда на Игле только первый раз кидать будете. Таким образом, получается, что здесь у вас альфы будет 225 среднего, а здесь будет у вас, ребятушки, 320. Вот такая вот парадоксальная разница. Что касается доходности данных машин, доходность у них одинаковая. И, как вы видите, процент побед по серверу тоже одинаковый. Говорю, ребят, к чему. Что в моем конкретном случае я лично не вижу смысла покупать себе Игла-7 на основной аккаунт, потому что на основе у меня есть Т-23Е3. На дополнительном аккаунте у меня есть Игл-7, соответственно, я не планирую покупать Т-23Е3, потому что это машины, ну, как бы взаимозаменяемые. Я бы так их назвал. Единственное, что мне как-то повеселее играется все-таки 23Е3. Что касается брони, ребят. Броня здесь немножко разнится. Разнится, безусловно, в пользу Игла-7. По верхнему бронелисту 133 с учетом приведенки, а по этому товарищу 100 единиц. Да, безусловно, разница существенная. Что касается бронирования башни, тоже, как видите, 139-132. Маску орудия брать в учет не будем. 128. Здесь же все, ну, куда попроще. 135 с учетом приведенки на щеках. Здесь сверху 118 с учетом приведенки. Ну, без приведенки там вообще грустненько все совсем получается. 64 единицы. Ну, и понятное дело, что борта картон, корма всасывает в себя фугасы. А вот что касается Игла-7, то здесь по бортам все-таки брони чутка побольше. Но корма все та же самая. 51 миллиметр. Поэтому, здрасте, фугасы, принимаем, как говорится, всех. Что касается того, насколько удобно играть на Игле-7, если бы не его вот эта вот очень-очень неприятная подвижность, то в целом машина играется нормально. Да, можно переживать там время перезарядки, но все-таки в замесы на нем попадать не настолько фаново и не настолько весело, как на Т-23Е3. Теперь, ребят, давайте поговорим о следующих товарищах, которые есть в продаже. А именно о пилоте. И пилота мы будем сравнивать с вами с суперпершингом. Почему именно так? Потому что эти машины тоже очень похожи между собой. Единственное, что здесь уже разница не настолько, ребят, вот прям очевидна. Хотя в некоторых вещах все-таки, безусловно, она есть. Смотрите, по заявленному ДПМу я бы сказал, что машины находятся, в принципе, рядом. Это 2357 и 2226. Я бы сказал, что, в принципе, рядом, как говорится, ребята лежали. Пробитие, ну, плюс-минус одинаковое. 192 единицы у пилота, 205 у суперпершинга. У пилота можно улучшить это пробитие. Но в целом играется плюс-минус одинаково. Что бы там мне не говорили, что бы там мне не писали. Альфа у них просто одинаковое. Количество выстрелов в минуту здесь 10. И можно довести до 11 полных выстрелов, если улучшать время перезарядки. У суперпершинга на один выстрел в любом случае будет меньше полноценных количества выстрелов за одну минуту боя. То есть не там 10,48, а конкретно сколько раз вы кинуть сможете. Перезарядка, безусловно, в пользу пилота. Но, согласитесь, ненамного. 573 и 606. Это по заявленным цифрам. Да, можете улучшать, но плюс-минус в процентном соотношении разница между ними останется та же самая. Калибр тот же самый. Скорость полета снаряда в пользу суперпершингом. Что позволяет удобнее отыгрывать на каких-то средних и дальних расстояниях. Особенно на дальних. Ваши товарищи противники не настолько быстро будут уезжать из вашего прицела, как тогда, когда вы будете играть на пилоте. Сведение, безусловно, в пользу суперпершинга. Но, опять-таки, честно говоря, я бы сказал, что не сильно. Не сильно, ребята, ощутимым. Ровно как и разброс. Все-таки, да, у пилота разброс получше. Но суперпершинг, он тоже не настолько унылый по разбросу, чтобы можно было говорить, что он прям существенно уступает. Все-таки эти все цифры необходимо заценивать в бою. Чувствовать их, насколько легко или сложно с этими цифрами играется. Скорость у данных машин, безусловно, в пользу пилота. 50 против 40 у суперпершинга. И суперпершинг действительно не очень подвижная машина. Ровно как и в сравнении Игла и Т23. Когда я говорил, что Игл более машина такая унылая по подвижности, а 23 немножко повеселее. Точно так же и здесь. Суперпершинг поунылий. Пилот, если можно так сказать, машина повеселее. Но тоже, поверьте, особо бодро он передвигаться не будет. Но, ребят, обратите внимание на следующие цифры. Что касается процента побед, разница в 1%, я не считаю, что это существенно. Поэтому играются машины, можно сказать, одинаково, да, среди ребят, которые их катают. Единственное, что было всего 129 игроков на пилоте за период и 777 на суперпершинге. Насколько можно доверять этим цифрах? Но я вам скажу так. В отношении количества игроков не знаю. В отношении того, насколько одинаково машины играются по результативности. В моих руках абсолютно одинаково играются. Поэтому, как бы, и не могу сказать, что разница в отношении играбельности и результативности машин действительно настолько существенно ощутима между собой, чтобы можно было об этом говорить. А вот доходность, ребят, в пользу суперпершинга. 190% прибыли против 170% у пилота. Что касается брони, ребят, ну вот, зацените пилота и зацените першинга. Давайте так. Многие говорят, что першинг это картон. Нет, ребят, не картон. Он очень бодренько, хорошо отыгрывается от башни. Просто необходимо пользоваться правильно этой броней. Здесь есть у вас спереди экраны. Эти экраны 65 мм. И сверху, вокруг башни, там на башне 92 мм, 81 мм с учетом привиденки. Если вы снимете это, безусловно, немножко поунылий становится. Сравниваем с пилотом. У пилота верхний бронелист 103 с привиденкой. Здесь у першинга гораздо бодрее, ребят. Танцует от 221 по верхнему значению. И самое низкое, что я находил, 160. А вот есть вот здесь вот посерединке 123. Но в любом случае, в целом, с учетом привиденки, отыгрывается довольно часто неплохо. Нижний бронелист, да, безусловно, там будет страдать. Что касается по башне, то будут кепку выцеливать. Там, допустим, вот здесь вот башенка по боку. Она более унылая. Здесь, когда выворачиваешь башню, у тебя все равно остается хорошая броня. То есть в этом отношении у пилота немножко получше, конечно, дела обстоят. Но, ребят, все-таки фарм, который вы можете получать, он не будет отличаться, по большому счету, что у пилота, что у суперпершинга. Теперь, ребят, возвращаемся с вами в ангарчик. И давайте будем смотреть в отношении самих предложений, насколько они вкусные. А заценивать предложения по вкусности необходимо следующим образом. Смотрите, если вы, допустим, игла седьмого сейчас можете взять за 3,5 тысячи, то его конкурента вы можете в любой момент, безусловно, взять за 4,900, но это очень дорого. Либо можете подождать, пока он будет стоить 3 тысячи. И я бы рекомендовал все-таки подождать, потому что Т23Е3 куда веселее машинка, куда фановее, прикольнее. И накидывать почаще на седьмом левеле гораздо приятнее, чем гораздо реже кидать по своим соперникам, пускай и даже чуть-чуть более высокую альфу отбрасываем. Это что касается игла седьмого. Если вдруг у вас нет Т23Е3, но нравится игл 7 и ценник вас устраивает, пожалуйста, берите. Но вот только если у вас Т23Е3 есть, ни в коем случае игла 7 брать не стоит, потому что вы, по сути, будете иметь практически одинаковые два транспортных средства у себя в ангаре. Я говорю не про внешность, я говорю про играбельность и про результативность. Возможно, даже Т23Е3 вам гораздо больше понравится, чем игл 7, а значит 3,5 тысячи золота на игла седьмого вы потратите зря. Что касается товарища пилота. Вот товарища пилота необходимо брать тогда, когда у вас нет суперпершинга. Если суперпершинг есть, то точно так же, как и в примере с предыдущими двумя товарищами седьмого левела, оставьте себе суперпершинга и не трогайте пилота. Он вам не нужен, поверьте, ребят, ну просто не нужен. Если вам необходим фармер, на котором вы будете зарабатывать серебром, все-таки гораздо больше серебрушки вы будете поднимать за такой же бой на суперпершинге, чем на пилоте. Поэтому я ради фарма пилота брать тоже не рекомендую. 170% доходности все-таки существенно уступают 190% у суперпершинга. Першинга, простите. Что касается всего набора в целом. Набор в целом необходимо брать только в случае отсутствия у вас в ангаре Т-23Е3 и суперпершинга. Если какая-то из этих машин у вас есть, однозначно набор вам не нужен. Ну и что касается в целом самого набора за 7000. Ребят, сейчас на продаже стоит за 7500 набор трио. Вы можете получить три танка восьмого уровня, а не танчик седьмого и восьмого уровня. Всего лишь на 500 голды больше. И поверьте мне, Лёва, который здесь лежит в наборе, он лучше по играбельности, по результативности, по фарму, чем обе этих машинки вместе взятые. Поэтому два раза подумайте, а лучше три раза подумайте. Стоит ли покупать за 7000 набор из двух средних танков, когда можно взять набор из трех тяжелых танков восьмого уровня. Один из них, как минимум, будет помогать вам зарабатывать серебро. А многие говорят, что и из шестой в их руках играется очень бодренько. И в целом дает довольно неплохие результаты по серебрянке. Вот такое вот мое честное мнение по поводу набора, который есть сейчас на продаже. Если вы со мной согласны, обязательно пишите в комментариях. Если вы со мной не согласны, тем более пишите в комментариях. Обосновывайте свое мнение. Потому что ребята, которые будут смотреть данный обзор, они хотят знать, стоит ли им потратить свою кровную голду на приобретение того или иного товара в магазине. А еще, ребятки, буду вам безумно благодарен, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, напишите коммент мне с благодарностью за видосик. Мне будет очень приятно. Ну и обязательно поставьте палец на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. Я вам буду безумно благодарен. Ну а еще, ребятки, если можете, если вы донатите в игру, не пожалейте пару копеек кинуть через монетизацию. Денежку я сейчас не получаю, так как не могу ее никак добиться. Поэтому бросайте свои донаты через донат мультивалютный, ссылочка на который есть в описании к данному видео. Я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моего начинания, в развитии моего канала. Всего хорошего, ребят. Приятных покупок. Получайте удовольствие от игры. Ну а главное, ребят, мира вам и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok